Мы все великие космичные подорожники. Когда верить в ученым, Земля за одну секунду пролетает у космоса, когда 300 метров и мы разом с ее за год отрывается не 900 тысяч километров, за 70 лет жизни, когда 60 миллионов. Правда, подчас находжения на Земле человек вершение планеты не отчувая, а своей подороже вымирая отлегло с теми помещенаселенными пунктами. Терпят первых, кто подтвердил знакомитый вырос и навертится, на практице оказался знакомитый физик Жан Фуко. Сегодня 9 маятников, которые называют гонором этого ученого, в свете всего 30-ти, в Гомельске один, который находится в школе. Размеры нашей Земли очень велики, поэтому, чтобы доказать, что Земля круглая, пришлось совершить кругословетное путешествие. До этого представления были очень-очень различны, даже считали, что Земля стоит на трех китах и плоско, и было очень много различных гипотез. Точно так же увидеть суточное вращение Земли очень сложно. Впервые продемонстрировал вращение Земли французский физик Фуко, который установил в 1851 году в пантеоне маятник. 69-я гомельская школа, моя физико-математичный профиль, а тому и физику тут выучают на поглубленном узровне. Установа обсталевана с участными аудиториями и укомплектована высококвалификованными педагогическими кадрами. А для таких наглядных допоможников, как маятник Фуко, никому не перешкодить. До речи, сирот тех, что установлены у разных краинных светов, и он далёко не самый маленький, характеристика гомельского маятника, довжения подвесу 12,5 метров, вага шара 60 килограммов. Для оправнания, у планетарных Санкт-Петербурга и Харкова гэтые параметры амаль удвоя меньшие. Причём только маятникам у школы обмеживаться не избираются. У ближайших планах демонстрация зорного неба у реальном часе. Великий купол и каштой отповедно, а вось большатанный специальный экран уже смонтировали. Плюс установили обстановление, которое дозволяло за личные секунды творить на присутствие, необходимое для демонстрации затемнения. 3D, скажем, формат, который позволяет, используя программу, путешествовать в космосе, рассматривать объекты, всё, что угодно, всё, что связано с космическим пространством. И это в реальном времени. То есть компьютерная программа даёт такую возможность. Стеллариум, программа, которую нам любезно предоставили, опробировали на первоначальном этапе. Единственное, нужно специальное техническое оборудование, оборудование, которое позволит визуально воспринимать всё, и ещё звуковой эффект, который действительно даст полноту ощущений. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель».